топ-5 хлебов на закваске как сделать хлеб на закваске и саму закваску вы узнаете в нашем телеграм-канале о май бред подписывайтесь и так какие хлеба я считаю самыми крутыми на закваске первый как мы его называем нашей школе о май бред или ржанно-пшеничный формовой хлеб хлеб-кирпичик насколько он прост в своем внешнем виде настолько же он богат внутренним своим содержанием этот хлеб очень полезен в нем большое количество ржаной муки и он подходит и тем кто соблюдает правильную диету правильного питания и тем кто заботится о своем здоровье и вы получаете из него максимум пользы а еще он хорош тем что его очень просто сделать и он получается даже у новичков новеньких студентов нашей школы поэтому мы этот хлеб так и называем первый хлеб его первым пекут наши студенты дальше поехали 2 цельнозерновой хлеб любой цельнозерновой хлеб будь он из пшеничной муки или из ржаной конечно же максимально полезный он несет в себе всю пользу зерна ведь он сделан из муки смолотой из зерна целиком поэтому так и называется этот хлеб богат витаминами группы b минералами клетчаткой органическими кислотами но при условии конечно если он сделан на закваске такой хлеб мы тоже учим печь в нашей школе и так дальше бородинский хлеб его я люблю за знакомый с детства насыщенный аромат и вкус именно таким он получается благодаря заварки с красным солодом как правильно делать заварку мы учим на нашем курсе о май бред итак следующий хлеб тартин тартин это технология которую разработал американский пекарь чад робертсон после того как он попутешествовал по франции и изучил старинную технологию французского хлеба на закваске эта технология известна во всем мире рецепт этого хлеба очень прост но с другой стороны в этой простоте есть и сложность дело в том что в этой формуле очень мало закваски и очень много воды и именно совладать с этой водой сделать правильную ферментацию правильный замес и является сложностью этого хлеба но когда он получается то он не оставит равнодушным никого у него очень тонкая круассановая корочка невероятно воздушный открытый кружевной мякиш и запоминающийся сливочный вкус именно таким и должен быть настоящий тартин он является некоторым смысле эверестом для пекарей потому что его умеют печь не все это сложный хлеб но его тоже конечно можно научиться печь если знать как если соблюдать технологию ее не нарушать и добиться открытого мякиша и тонкой хрустящей корочки секрет этого хлеба заключается в том чтобы совладать со всей этой водой и добиться правильного развития клейковины добиться правильной ферментации и получить эту тонкую хрустящую корочку и кружевной открытый мякиш последний хлеб это конечно багет кто не любит французский хрустящий багет а если он сделан на закваске то цены ему нет он будет невероятно вкусным красивым и полезным как правильно формовать багет я также показываю в одном из наших видео поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайк если у вас есть свои 5 топ хлебов на закваске делитесь ими в комментариях я twist тебе на закваске ну это чтобы воспри credits под poblков小心. посмотрите так вы как думаете и не е да я до просolar может быть мальчиш三ков ну